С этой недели в торговых сетях города Ульяновска стартует акция «Социальный хлеб». Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора в Новоспаский район. Суть акции в том, что цена на несколько видов хлеба будет снижена, наценка не будет превышать 5%. Экономия в рублях составит около 5 рублей. Таким способом в региональном минсельхозе надеются сдержать ценовую политику. Поставщики основной хлеба у нас это Ульяновский хлебпром, который традиционно поставляет большую долю своей хлебной продукции в торговой сети. Мы видим с вами, есть ряд малых предприятий, которые в том числе занимают определенную долю. И сегодня в рамках выезда в Новоспаский район мы проговорили эту ситуацию, чтобы в том числе и среди малых предпринимателей торговли была такая же акция, распространена на магазины малого формата. Муниципальным товаропроизводителям также предложили присоединиться к акции. К примеру, компания «Хлебсервис» из Новоспаска обеспечивает хлебом не только жителей районного центра, но и близлежащих муниципалитетов, а также школы, детские сады и приюты. Гордость фермеров – хлеб из ржаной муки на хмельной закваске. Несмотря на оригинальную рецептуру, продукт недорогой и как раз подходит под акцию. Это заварка, которую мы делаем своими руками, на хмелевых шишках. Вот эти шишки, которые мы привыкли видеть, они, то есть это хмель, из них можно получить дружбу, натурального брожения. Мы эти закваски парили. Производители, в свою очередь, просят нанести на упаковку специальный знак участника акции, чтобы покупатели могли отличить товар. В планах профильного ведомства сделать акцию постоянной и ввести дополнительный перечень необходимых продуктов, на которые не будут делать большой наценки. Например, крупы и молочные продукты. Эти и другие инициативы обсудили на Совете по развитию потребкооперации. Губернатор напомнил главам районов о реализации программ развития сельских территорий и сельский сход граждан. Все наши действия по ее выполнению должны быть основаны на комплексном подходе, сбалансированном развитии, которое включает экономические, экологические и социально-демографические аспекты. За последнее время уже пройдена значительная работа по решению этой задачи. В рамках совещания прошло награждение аграриев и фермеров, входящих в сельскохозяйственные кооперации. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин